Мэр Михаил Исаев, представитель городского дорожного комитета ИСГЭТ на Трофимовском мосту. Последняя инспекция перед тем, как рабочие начнут разбирать объект. Построенный несколько десятилетий назад, мост разрушается буквально на глазах. Его дальнейшая эксплуатация неизбежно закончилась бы трагедией. Планируем с 20 числа полностью начать разборку над железной дорогой. Окна все согласованы с железной дорогой. Планируют стоять железнодорожные там, и оттуда будут сниматься, колосить на специальных транспортировщиков и увозиться. Поэтому работа достаточно сложная, окна дают очень маленькие. За одно окно можно снять одну балку. Здесь 11 балок, нам надо 11 окон, которые даются по нечетным числам, кроме пятницы и воскресенья. Часть моста, что над железной дорогой, разберут примерно за полтора месяца. Потом настанет очередь той, что проходит над улицей Шихурдина. Поток транспорта при этом, который ранее заезжал на мост, перенаправят с основной магистрали на дублер. Выезды с него должны быть оборудованы светофорами. Со вторника на мосту начался демонтаж проводов. Первые пострадавшие – пассажиры пятого троллейбусного маршрута. Наконечно их встречало вот такое объявление. Вот сейчас специально хочу с ребенком проехать, где он ходит, куда он ходит, как он ходит, поднять. Но пятерка сюда не ходит. Да пятерка-то я знаю, ночью демонтировали электрические провода. Я знаю. А вот шестерка-то каким пятерком ходит. Вот и загадки здесь нигде, ничего, специально пришли. А вы на транспорт? Да, шестерку жду. Где садится, не знаю. Вот подошла, стою, ждет, где тройница. А вас как-то информировали заранее, что троллейбусный... Вчера в интернете прочитали. У меня дочь там работает, через мост ездит. Она говорит, мама, уточни, как мне теперь добираться дороги. На помощь пассажирам приходит диспетчер шестого автобусного маршрута. Он призван заменить троллейбусную пятерку. Конечную от Косторамы перенесли в район техстекла. Сейчас он там светофор повесит, когда мост закроет. Мы поедем под мостом Кашкордина. Через НИИ, на третью дачную. Также и в обратную сторону. В третью дачную к НИИ, Кашкордина, по Трофимовскому мосту. И заезжаем на Кельский ход. Сам пятый троллейбус теперь курсирует от музейной площади до Елшанки. Расскажите, как теперь троллейбус выходит? Елшанка, музейная площадь. То есть туда по старому, конечно? Да, до Трофимовской едем по 11 маршруту, а дальше по пятерку так же. А сколько сейчас по времени маршрут получается? В районе двух часов. А так пятерка сколько бывает? Полтора. Сейчас 29, если вот. Прямо до минуты надо. Проблемы однозначно возникнут и у тех, кто использует Трофимовский мост в качестве пешеходного перехода через железную дорогу и Шихурдина. А часто вы этой дорогой пользуетесь? Каждый день мы на работу ходим через нее. А вот когда мост разберут, есть какие-то пути здесь, обходы? Как будете добираться? Это, ну я не знаю. Вот там железный мост, но по нему очень страшно идти. И вон туда только придется идти. А далеко? Далеко. Далеко нам неудобно. Очень неудобно. Один из альтернативных вариантов – переход в районе станции Трофимовский-1. Знаменитый мост, который обошелся железной дороге в 300 миллионов рублей. До него пешком чуть менее километра. Примерно столько же до другого перехода в районе остановки Молодежная. Здесь переход не такой комфортный, как его крытый собрат. Да и сам окружающий антураж в виде зарослей на подходе к переходу навевает на мысли об опасности. Что же до автомобилистов, то для них мало что изменится. По крайней мере, в этом уверены городские чиновники. Вы знаете, что у нас объездов по этой дороге очень много. Во-первых, Шепардина не перекрывается вообще. Она будет двигаться в своем направлении. То, что касается второй проката, у нас есть простые строители. У нас есть улица Анфилова, Буровая и Светлана на 50 лет октября. Я думаю, первые дни это может быть небольшие пробки испытывать. Я думаю, потом поток просто переспределится. Люди выберут наиболее удобный пуск для себя. Как будет на самом деле, жители Ленинского района узнают буквально на следующей неделе, когда Трофимовский мост окончательно закроют для движения и начнут разбирать. Продолжение следует...